всем привет с вами алексей 13 апреля 2020 и сегодня проведем очередной жестокий эксперимент с сортом шедевр саженцами фундука и сделаем посадку и проверим так ли у вас посажены саженцы и так ли они сейчас выглядят все мы знаем что у фундука есть свои сроки посадки и они очень ранны аэра очень ранее и я оставил специально 6 небольших саженцев во влажные перси очень важные перси ближе к мокрой это были небольшие саженцы сейчас я вам покажу ну надеюсь видно у такого плана видите не очень большая корнева и не очень толстый саженец ну принципе люди такими торгуют без вопросов и с такими саженцами все будет хорошо просто но есть крупные скажем так вот интересный момент самом низу даже проснулись две почки возле корня первый раз такое вижу вот такая ситуация так увидели да небольшие разные горизонтальные отводки и вертикальные все это очень замечательно все мы достали все все время они находились во влажной перси в мешочке это было в подвале сначала потом я их на перенес сарайчик на окно поставил и они уже видели свет то есть они у нас типа закаленные если бы это было из подвала и вот такая ситуация вы видите какие уже крупные листочки то это считается для фундука уже трупы вот мы проверим трупы это или не трупы значит смотрите что мы делаем принципе как и всегда саженец мы подрежем оставим 3-4 почечки в разные стороны сейчас я буду сразу смотреть ну вот в одну сторону во вторую и вот в третью замечательно все остальное я сразу удаляю все почечки обрываю и делаю сверху один сантиметр примерно так вот и прямой срез все это будет допустим у нас первый то же самое делаем со вторым саженцем то есть снизу должно получиться там 30 40 50 сантиметров напоминаю что это уже фактически якобы труп да то есть по всем показателям якобы труп если он не умрет где-то в средине лета то значит все хорошо нижние вот эти я удалю на всякий случай отростки так вот здесь видите мало почек ничего страшного нижние удаляем верхних 3 в разные стороны и даже 4 здесь 4 оставлю корневая чуть больше мы смотрим по корневую как еще корневая корневая очень слабая то нужно оставлять нижнюю почечку делать срез и с нее пойдет погано это все надо будет убрать но здесь корешочки так более-менее поэтому вот так раз и вот так два все и такой саженец у нас получается штампик сантиметров 30 30 50 идеальная счета здесь вот обломаны ничего страшного себе обломан они потом появляются но нам они как бы не нужны вот здесь здесь как бы немножко неудачно получается хорошо будет высокий будет саженец высокий здесь штамп точно 50 так и последний то же самое вот в разные стороны 4 оставлю остальное убираю вот так это операция закончена дальше сейчас вместе с вами мы проведем посадку фундука перед тем как сделать посадку значит ямы я копаю неглубокие у меня ямы буквально так штык лопаты туда-сюда земля была немного здесь перекупана но даже если не перекупана не страшно просто делаете небольшую ямку всегда так дела и все хорошо задача подходит нитрома фоска обычная нитрома фоска можно использовать другие комплексные удобрения маленькая жменька 1 ложка столовая прям в лунку ничего сложного и сразу как бы рассыпаю уже изначально лунки неглубокие под стать корню теперь инициатор так называемых покажу ближе инициатор немецкое средство от хруща одна таблетка действует год и более разные в разных упаковках бывает сейчас вот такая упаковочка все и там таблетка одна таблетка я сейчас подбрасывать не буду я просто показал что можно подбросить у кого проблемы с майским жуком с хрущом это очень сильно вам поможет скажем так теперь следующая операция выставляем саженцы это у меня ману как бы на доращивание поэтому я сильно заморачиваться не буду ну выставляем примерно что значит смотрите легким движением руки вот так вот раз чтобы не травмофосочка перемешалась выставляем неглубоко у нас вот корень заканчивается и вот пару сантиметров 35 и все и должна быть земля вот я примерно выставил как мне нужно прикапываю землица желательно которая была сверху вернее да была сверху она должна попасть корня все так есть хорошо притоптал это важный момент прям на огонь не стесняйтесь очень хорошо притоптал аккуратно чтобы не повредить ни саженец ни корнику есть следующий то же самое чуть-чуть не травмофосочку она как раз получается возле корней вот выставляем с более-менее естественно саженцы не должны долго у вас находиться на солнце на ветру сейчас солнце слабое ветра нет поэтому я их так разложу а так они у вас должны быть полиэтиленовом пакете я всегда так делаю обязательно то есть корневая всегда должна быть влажной всегда что при выкопке что при фасовке что при потом когда вы забрали посылку корни должны быть влажными это залог успеха так следующий выставляем подсыпаем ни травмофосочку размешали кто-то говорит нельзя подбрасывать кто-то говорит можно подбрасывать и так далее в общем люди очень сильно заморачиваются я не заморачиваюсь и тут фундук это не та культура над которой надо заморачиваться здесь главное выполнить условия определенные и тогда все будет хорошо какие это условия я сейчас буду рассказывать видео немножко затянулось я так стараюсь побыстрее уж извините но я думаю если вы все посмотрите послушайте лишним для вас это не будет потому что за я надеюсь минут в десять уложимся я вам постараюсь быстро все рассказать так ни травмофосочку раз выставляем корешочки распрямились подсыпаем то есть посадка шестисаженцев даже по технологии займет у нас минимальное количество времени кто хочет копайте большие ямы засыпайте туда тоннами удобрения и так далее но я так делать не буду и это не нужно так сразу следующая садовый вар у меня такой густенький самый обычный дешманский ну конечно есть получше есть такой значит делаем таким можно это делать когда подвысок не тут здесь верхушка чуть-чуть под засохнет там ну буквально может несколько дней но я делаю сразу потому что мы только что срез сделали сколько движения конечно есть но она не такое огромное я думаю все будет хорошо то есть в любом случае лучше с садовым варом чем вообще без него так замазали смотрите у нас растения посажена замазана у хорошо притоптано и теперь можно сделать так можно полить сейчас а потом еще раз притоптать и замучивать но мы сделаем немножко по-другому мы сразу замучируем соломой чтобы при поливе у нас земля не размывалась как минимум вот так а то еще больше надо я сильно много наваливать не буду потому что поливе будет периодически проводиться солому я покупаю поэтому тоже как немножко дефицит не будем сильно вот вот так хотя бы эти как получается лунка все представьте как там комфортно будет нашему растению как видим вся работа занимает и так уж немного времени если все у вас налажено подготовлено подготовка чем работа вот это смотрите вот это я вам сейчас показываю если вы так сделали вы уже на пути к успеху вам останется только потом опрыскивание это очень важный момент и следить за своим растением то есть поливать его но так как он будет замучирован это можно делать немножечко скажем так реже чем обычно то есть муча она иногда прощает ошибки поэтому мучу я всем принципе настоятельно рекомендую так есть теперь полив можно со шланги можно с поливалки это неважно поливаем я еще так вот сверху полив ничего страшного помою саженцы чтоб грязь пыль потому что ну сами понимаете все оно бывает все солнце не очень сильно поэтому ожогов не будет все будет хорошо и лопату помою вот так и руки помою так хорошо ну вот смотрите я сейчас не буду долго поливать что-то шланг считайте что мы под каждый куст сейчас с вами я потом полью чтоб сейчас не терять время сейчас мы вылили грубо говоря вылили бы где-то по ведерку по два водички земля влага в земле есть поэтому сильно не заморачивайте слушай вы потом прольете там через несколько дней грубо говоря посмотрите по погоде и не обязательно но в нашей ситуации я думаю обязательно так как растения выдержали скажем так очень экстремальные условия они уже проросли они уже пустили листья то есть там уже все высокодвижение они питание не получали то есть находились просто в мешке с тырсой вот ну как будто бы у кого-то посылка вот представим что это была чья-то посылка и вот с такими экстремальными условиями как-то получилось вдруг не смогли забрать приболели всякое бывает а потом забрали все таки вот представим такую ситуацию это самое плохое в принципе что может случиться давайте знаете что сейчас сделаем сейчас мы сделаем еще один небольшой эксперимент по ходу так вот так мы с одного из скажем так саженцем давайте уберем все листочки просто выломаем как будто они повредились пути как будто почка повредилась все ни одного не осталось вот тоже прикрываем посмотрим что из этого получится пойдут ли наплыве наплывы и выживет ли это растение очень интересный момент жалко его конечно ну скажем так эксперименты нужны потому что почка иногда страдает при пересылке я должен быть уверен что все будет хорошо и у вас с этой почкой и с этими растениями так берем штативчик и сейчас я вам покажу поближе как это все у нас выглядит посмотрите как по мне все выглядит просто великолепно теперь осталось поливать периодически обрыскивать обрыскивать будем со мной вместе то есть вам три раза надо обработать хотя бы препаратами хорус и скор ранее весной первая обработка уже было и также ее можно сделать если вы еще не сделали не затягивайте сделайте но дальше по обработкам будет конечно отдельное видео ну и посмотрим это же не первый мой эксперимент посмотрим вот ребята которые тоже в подвале находились выкопаны были сначала осенью а потом находились подвале какое-то время и я их посадил в экстремальные условия здесь такая супещаная земля не мульчировал вот один подрезал остальные даже не подрезал и пока все они чувствуют себя хорошо корни там были не супер в общем это такое как будто бы тоже какая-то экстремальная посылка где-то провалялась в к на какой-то новой почте или в погребе и только потом была высажена сорт не абсолютно не интересен поэтому сохранять его для себя я не буду и что не подкормок здесь ничего нет просто поливается просто иногда и ведется полив вот как будто человек такой очень плохой попался не хозяйственный вот так вот воткнул единственное что делал это иногда немножко поливал вот такая ситуация буду держать в курсе и так у нас два жестоких эксперимента если эти ребята до конца лета не сдохнут хотя бы большая половина из них значит я буду тогда точно уверен что моим саженцам фундука вообще ничего не страшно всем огромное спасибо кто смотрел поставьте обязательно лайк этому видео обязательно подпишитесь и нажмите на колокольчик чтобы получать все уведомления сразу обязательно поделитесь этим видео в соц сетях со своими друзьями пусть занимаются фундуком фундук это интересная тема и не такая сложная на самом деле как можно себе представить все всем огромный привет из Харькова от сорта шедевр и других и всем пока